Сейчас на улице плюсовая температура, тает снег, но еще утром все тротуары города были похожи на одну большую площадку для танцев на льду. Утренний гололед на улицах областного центра, последствия вчерашнего снегопада и похолодания, которое наступило следом. Пешеходы передвигаются мелкими шажками, мечтая о рифленых подошвах и ровных, не скользких поверхностях. Во-первых, не успели переодеться в зимнюю обувь. Это для населения, мне кажется, это был вообще шок. Во-первых, очень скользко и очень замечала, что люди поскальзываются. Вот эта плитка, вот здесь она шершавая, вот я хожу по Карла Маркса, там она глянцевая, как на этих, на коньках. В травмпункте городской клинической больницы номер один за последние сутки приняли более 50 человек. Это примерно на 15 пациентов больше, чем в обычные дни. Самые распространенные травмы – ушибы, вывихи, растяжения. Есть и несколько случаев переломов рук и ног. Некоторые пострадавшие проведут на больничном по меньшей мере месяц. Осложненных переломов за данные сутки 4 человека нуждались в репозиции наложения гипсовой повязки. Из них в стационар отправлено 2 человека с переломами костей за данные сутки костей нижних конечностей. Специальная техника работает на улицах города с самого утра. Налить на проезжей части посыпают песко-соляной смесью. В этом самосвале 6 тонн реагента хватит на 20 километров полотна. Дорожники говорят, паниковать команды не было. Обычный рабочий день. Для нас это еще пока обычный режим. Когда идет снег, мы работаем в усиленном режиме, то есть метем, потом подсыпаем. Прогноз синоптиков на ближайшие несколько дней неустойчивая погода. Температура и дальше будет колебаться. В пределах до минус 10 ночью до плюс 3 днем. Завтра в Иркутске ожидается снегопад, а послезавтра, соответственно, новый гололед. Татьяна Веретина, Александр Дудин. Новости сейчас.